МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как только в конце октября 1812 года войска Наполеона отступили от Можайска, на Бородинском поле появилась одинокая женская фигура. Странно и страшно было видеть ее, ходящую, среди этого обширного кладбища без гробов. Так начинается история Спаса Бородинского монастыря в селе Семеновское под Можайском. Эта женщина Маргарита Михайловна искала среди погибших своего мужа генерал-майора Тучкова. Это была не только Отечественная война, но и Священная война. В каждом нашем полку была своя походная церковь, свой полковой священник, своя очтимая полковая икона. Наши воины перед боем исповедовались, причастились. Вы знаете, что из Смоленска была вывезена чудотворная икона Смоленской Божьей Матери. Был крестный ход. Сам Кутузов вместе со своим штабом молился, колено преклонено. Бой начался рано утром, длился 15 часов. 250 тысяч человек столкнулись в бою на этом поле. И в результате 15-часовой кровавой схватки погибло более 100 тысяч человек. Это Семеновские, еще их называют Багратионовы флеши. Укрепление, левый фланг Бородинского сражения. Историки насчитывают от 5 до 8 атак на это место. И как сами французы говорили, мы занимали укрепление тогда, когда их уже некому было защищать. Русские, которые лежали рядами, свидетельствовали, что они предпочли умереть, чем отступить назад. Александр Тучков IV. С знаменем в руках погиб, был разорван ядром, засыпан землей, так что тело его уже не смогли вынести с поля боя. И вот Маргарита Михайловна пришла на это поле в поисках тела своего мужа. И когда она рассказывала, что наклонялась к этим изуродованным телам, сердце почувствовало, что здесь земля вопит к Богу, чтобы здесь совершались молитвы. Маргарита Михайловна принадлежала к роду Нарышкиных. Умна, образована, воспитана. К моменту Бородинского сражения на 6 лет счастливо жила в браке. И с мужем, командиром Ревельского пехотного полка Александром Тучковым, воспитывала сына Николая. После гибели супруга на Бородинском поле она установила поклонный крест. Спустя 8 лет по ее ходатайству здесь был возведен храм в честь полковой иконы, образа Спаса Нерукотворного. Эту икону генерал вручил Маргарите Тучковой при последнем прощании. Живое участие в строительстве храма принял император Александр I, выделив из государевой казны недостающую сумму. Храм-памятник по проекту Доминика Жилярди. Здесь очень много военной символики, очень много таких аллегорий. Слева крест, как символичный крест над могилой Александра. Все силы своей души матушка посвятила воспитанию своего сына Николая. Но в 14 лет он заболевает и на руках у матери умирает. Маргарита Михайловна привозит его сюда. И вот здесь вот вы видите оградка. Под нами находится подклет. И здесь Маргарита Михайловна хоронит тело своего сына Николая. Она говорит, в мире стало пусто, не для кого стала жить. Она пережила очень такой серьезный духовный кризис. И помог ей выйти из нее, конечно, святитель Филарет. У нас есть письма святителя Филаретка и гумени Марии. Насчитывает более 80 писем, это переписка. И в одном из ранних писем он пишет, что ваш сын как девственник на небесах, а муж как мученик, как воин на небесах. А вам, чтобы быть с ним, еще нужно понести свой крест. Что на небо с печалью не принимаются. И не грешно думать, что вы так много пострадав, можете стать утешительницей для тысяч других людей. Маргарита Михайловна поселилась недалеко от храма и могил дорогих ей людей. Ночевала прямо в домике старушки в поле. День и ночь молилась за супруга и сына, за всех воинов, сложивших свои жизни на поле брани. Безутешная вдова обладала добрым и жертвенным сердцем. В какой-то момент она приютила престарелого схемонаха. Затем в ее небольшом жилище нашла пристанище парализованная женщина. Молва доброй барыни стала расходиться по округе. Постепенно к ней стали стекаться десятки страждущих. К началу 1829 года при Спасском храме образовалась община. Святитель Филарет все это сначала преобразовал в такое богоугодное женское заведение, уставом которого положил молиться о павшем воинстве. Он составил правила этого общежительного заведения. Сейчас мы упоминаем около 10 тысяч имен воинов, которые погибли во время Великой Отечественной войны 12-го года. Имена воинов, которые погибли в Великой Отечественной войне в 1941-1945 году. И сейчас воины, которые в горячих точках служат и погибли в Чечне, в Афганистане, в Сирии. Особая обязанность нашего монастыря и сестер – это молиться о нашем воинстве. Когда число живущих при Спасской церкви достигло 40 человек, общину преобразовали в монастырь. На пожертвование из царской казны возвели колокольню и кирпичную стену с четырьмя угловыми башнями, в одной из которых расположилась церковь во имя святого праведного Филарета Милостивого с кельями при ней. На 60-м году жизни Маргарита Михайловна была удостоена монашеского пострига с именем Марии и возведена в Сан-Игумении. Матушка имела такой дар любви и утешения, что вокруг нее больше 200 сестер в нашей обители уже было. Святитель Филарет всегда ее останавливал, куда вы столько людей принимаете. Но вот она действительно могла, обладала таким даром, привлекать к себе людей. И Николай I посещал наши обители, был в домике в Сереньково, у матушки в келье. Также цесаревич Александр, когда выбрал себе невесту, то наша матушка была приглашена ко двору и была крестной мамой будущей императрицы Марии Александровны. Святитель Игнатий Брянчанинов оставил замечательный очерк. «По праву Марии ты несешь здесь игуменский жезл. Ты взяла это поле слезами, возьми мне и небо». Бородинская битва 1812 года произошла 26 августа по старому стилю, в праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери. И монахиня Мария мечтала построить величественный храм во имя Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Заложить камень в фундамент храма она успела, а вот заканчивали строительство и освящали собор уже без нее. Тяжелая болезнь не дала увидеть монахине плод ее многолетних трудов. Игумения Мария Тучкова была погребена в склепе в Спасском храме рядом с любимым сыном. Женская старшесть достаточно такое редкое явление, но вот можно сказать, что матушка была притечей наших бородинских старец. После кончины матушки духовно кормляла сестер старица Сара. Она прожила в монастыре более 95 лет, 83 года была в монашестве и более 50 лет не могла ходить. У нее ножки были скручены и вот Амброй Септинский называл ее «столпы молитвенницы». Своего апогея старчество в Спасо-Бородинском монастыре достигло в начале 20 века. В страшные годы революционной смуты, гражданской войны, разрухи и голода. Высокое служение и духовные помощи людям выпало на долю преподобной Рахили Коротковой. Она воспитывалась в традициях христианского благочестия, с детства любила храм и службы. В юношеском возрасте, оставив родительский дом, ушла странствовать по святым местам. Жила в монастырях, у благодетелей мирян, встречалась с подвижниками. В 1872 году преподобная Рахиль пришла в Бородинскую обитель. Здесь приняла монашеский постриг и прослужила 50 лет. Матушке было духовное зрение у преподобной Рахили. Она видела, как ангела сослужат священникам. Она несла послушание в алтаре. Видела воинов бородинских, которые каждый год в день бородинского сражения наполняли монастырь. Она говорила, мы здесь молимся о них, они там молятся о нас. Потом началась революция, 17-й год, когда брат на брата пошел. Она не смотрела, красные или белые, принимала каждого, что видела, прежде всего, в каждом человеке душу, образ Божий. Одной послушнице Матроне Барановой она сказала, а ты, Матронушка, в конце жизни будешь в монастыре. Говорит, его закроют в монастырь, но потом, говорит, откроют. И ты, говорит, доживешь до этого времени. И Матронушка прошла войну, была ведь сестрой на фронте. А в 60-е годы ее постригли в монашество, монахиня Милане. Она дожила до 92-го года. Ее отпевали в Владимирском соборе и захоронили на поле. 10 октября 1928 года преподобная Рахиль почила. Не зарастала народная тропа преподобной. Люди приходили, помнили ее, всегда молились у нее на могилке и получали просимое. И в 1996 году преподобная Рахиль была прославлена в леки святых. После революции монастырь еще 10 лет продолжал бороться за выживание в новых условиях безбожной власти. Для этого обитель пришлось на бумаге переименовать в коммуну. Игумий не стать председателем, а казначей – товарищем председателя. На тот момент в монастыре проживало 237 человек. Разогнали сестер в 1929 году. Монастырь подвергся опустошению, разорению. Были уничтожены монастырские некрополь и кладбище. Осенью 1941 года на подступах к Москве на этом священно-можайском рубеже воины 32-й стрелковой дивизии Полосухина остановили неприятеля. По разным данным на Бородинском поле полегло от 20 до 40 тысяч солдат. Во время боев монастырь сильно пострадал. Сгорели все деревянные постройки, а кирпичные здания были сильно повреждены. В одном из корпусов располагался военный госпиталь. После войны в стенах обители размещались тракторные станции, мастерские, школы, турбазы, клуб. Долгое время здесь проживали люди. Некоторый просвет наступил в 1962 году, когда Бородинское поле получило статус государственного заповедника. В 70-е годы весь уже комплекс передали Бородинскому музею. Потихоньку началась реставрация храмов, восстанавливали, приспосабливали здания под музейные нужды. Началось возвращение исторической памяти. Воск тоненькой струечкой. Здесь мы тоже так вот их обрезаем. Получаются свечи. Вот у нас в этом году очень большой урожай смородины. Мы закрываем от птиц, они прям стаями налетают. Посмотрите, очень большая уродилась. Тесто перемешиваем и сейчас будем выкладывать в форму. Бородинский хлебом поминанием сюда приходили люди и поминали войну в 1812 года. Но есть такая легенда, что сёстры собирали травы на полях Бородинских, сушили и посыпали. Вот мы сейчас посыпаем кориандром, акмином, а раньше вот посыпали травами. Как бы земля пропита кровью, была такая святыня, помин. И вот был квас и хлеб. Женская православная обитель была возобновлена в 1992 году. Возрождать монашескую жизнь приехали восемь сестер из Свято-Троицкого Новоголутвенного монастыря города Коломны. Игуменей назначили монахиню Серафиму Исаеву. Она возглавляет Бородинскую обитель и сегодня. Нам передали два корпуса и три башенки. Мы до сих пор с музеем на одной территории находимся. У нас два храма в совместном пользовании. Владимирский собор, где каждый день проходит литургия. После литургии мы приходим каждый день в Спасский храм, служится лития. А еще два храма, храм Филарета Милостива с корпусами келейными, где было фондохранилище музейное. Сейчас они выехали оттуда, но еще не передали нам. И храма Анпритечи. На втором этаже здесь еще до сих пор музейная экспозиция. А на первом этаже в подклетии мы занимаемся детишками воскресной школы. В Бородинском монастыре сегодня живут и трудятся 22 сестры. Начинается день для всех с утренних молитв и богослужений во Владимирском храме. После чтения Акафиста в Спассском храме расходятся по послушанию. Престарелые монахи не читают неусыпающую псалтирь с обязательным поминовением усопших воинов. Молодые сестры хлопочут по хозяйству. Кухня, хлебопекарня, просфорня несут послушание в швейные и вышивальные мастерских. На небольшом подсобном хозяйстве, находящемся за стенами монастыря, возделывают огород, ухаживают за фруктовым и ягодным садами, занимаются пчеловодством, трудятся на птичнике, скотном дворе и молочной. Проводят экскурсии, рассказывают не только об истории обители, но и о чудесах, происходящих в монастыре в наши дни. Над алтарной частью у нас есть удивительный образ Пресвятой Богородицы, нерушимая стена. Алиса Дмитриевна Качалова, директор музея, была директором до недавнего времени. Она была совершенно не воцерковленный человек, партийная, даже не крещённая. И близилась очередная дата Бородинского сражения, юбилейная. И наше поле посетила комиссия, все думали, как готовиться к празднику. И после этой комиссии она вернулась к себе домой, это был полдень, она рассказывала сама нам об этом. И когда она села в кресло и закрыла глаза, я вдруг увидела Бородино. Это было небесное Бородино. Над ним прошла Пресвятая Богородица над всем полем. Она встала над Владимирским собором, подняла вот так вот руки и вошла во Владимирский собор. И она говорит, я поняла, что есть небесное Бородино, что есть Бог. Она приняла крещение. Но самое главное, что она поняла, что нужно возрождать молитву в монастыре. Когда она обратилась к митрополиту Ювеналию, то она узнала, что, оказывается, есть такой образ Богородицы, нерушимая стена. И вот в 2000 году она добилась реставрации Владимирского собора. И здесь благословение митрополиту Ювеналия. Вот у нас теперь в обители. Есть такой образ Божья Матери на запад, да, нерушимая стена. Вот так вот стоит, смотрит. В 2018 году в монастырь вернулась старинная икона Тихвинской Божьей Матери. Она является семейной реликвией Нарышкиных. До революции находилась в алтаре храма в честь святителя Филарета. В дни гонений монахини сберегли икону. А в 1941 году она попала к немецкому офицеру, который вез ее домой в Германию. 77 лет спустя внук солдата решил вернуть икону на родину. 6 августа 2018 года состоялась ее торжественная передача. Владыка Роман, все мы собрались, долго очень ждали, потому что задержали икону на таможне. И мы пели акафисты, все песнопения, которые знали Богородицы. Ну и потом уже вечером, да, уже на закате, с колокольни кричат, едут, раздается колокольный звон. Чудом сохранилась и полковая икона Спаса Нерукотворного, главная святыня монастыря. Та самая, с которой началась обитель. Сегодня она находится в заново выстроенном после пожара домике игумене Марии Тучковой на территории обители. Однако сам домик пока находится в ведении музея. И для того, чтобы просто увидеть икону и поклониться ей, надо приобрести билет. Пока вот так вот, да. Ну вот мы, конечно, верим, что все-таки пройдет время, и икона займет свое должное место в Спасском храме. Во Владимирском соборе у нас два ковчега с частицами мощей, у нас более ста частиц различных святых. Замечательный образ Николая Чудотворца с частичкой мощей. Батюшки Серафима Саровского, которую Матушка Игумия наша тоже очень почитала. Святитель Филарет. В 1912 году наш обитель посетил император Николай II со всем своим царственным домом, семейством. И вот здесь, в Владимирском соборе, он молился. Сейчас стоим рядом с иконой царственных страстотерпцев. Важное место в жизни обителя занимает миссионерская, просветительская и социальная работа. В первую очередь поддерживают пожилых и немощных людей, а также деревенских жителей, которые инициировали открытие монастыря. Изначально их было 20 человек, сегодня многих уже нет в живых. Монахини посещают общеобразовательные школы, детский дом-интернат, реабилитационный центр больницы. Помогают обретать веру и вставать на путь спасения заключенным. И, конечно, приходится утешать в горе и скорбях всех приходящих в монастырь. Мы работаем почасовое такое дежурство в храме за ящиком, и поэтому приходится отвечать на все вопросы, связанные с горем, бедой, утешением, помощью, молитвенной помощью. И поэтому тот опыт уже общения с людьми, он и позволяет подсказать, как что. Либо обратиться надо к священнику за советом, либо почитать Акафист, либо помолиться у той или иной чудотворной иконы. Ну и так как у нас есть свои молитвенники, преподобный Рахиль, Игумене Марии, воины бородинские. Когда люди понимают, что по молитве происходит помощь, они уже едут повторно и даже привозят своих гостей, которые приезжают из других городов к нам в бородином. Вечером сестры монахини вновь собираются на богослужение. После крестного хода расходятся по кельям. Чтобы не столько отдохнуть, сколько исполнить свой монашеский долг. В ночной тишине, в уединении, вознести молитву ко Господу о себе, о ближних и о тех, кто когда-то положил души за други своя. Каждый христианин-воин желаю всем, прежде всего, победы над злом и внутри себя. Наша преподобная Рахиль говорила, все земное заманчивое, над голубым небом есть еще небо, куда должны стремиться все живущие. Где Павша, Героя, Спаситель, без смерти в жизни призвол, Воздвигла Святую Обитель, и в крест на крови вас сиял. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok